26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. Ранее 9 ноября Никол Пашинян отказался от встречи в данном формате. И после срыва этой встречи инициативу перехватил ЕС, анонсировав двухсторонние переговоры между лидерами в Брюсселе на саммите Восточного партнерства. Однако Кремлю все же удалось организовать трехсторонний саммит с участием российской стороны, который состоится сегодня в Сочи. Комментируя зеркало о спредстоящую встречу в Сочи, политолог Фархад Мамедов констатировал, что основные вопросы Азербайджана-армянских проблем обсуждаются именно в трехстороннем формате, обратив внимание на тот факт, что Пашинян сам на последней пресс-конференции признал это и наверняка это было сделано после того, как Россия вмешалась в процесс. Основная повестка это делимитация и демаркация границ, а также разблокировка региона. Во всех этих процессах так или иначе участвует и Турция. Но на сегодня зримо мы имеем трехсторонний формат, а не четырехсторонний с участием также и Турции, поясняет эксперт. Аналитик добавил, что ЕС легитимно не представлен как посредник и у него нет каких-либо рычагов в регионе. У Брюсселя есть богатый опыт работы на уровне экспертов, гражданского общества и финансовый ресурс, который может быть предложен сторонам, если они придут к согласию по определенным вопросам. Но ЕС не способен ничего предложить ни по делимитации и демаркации, ни по разблокировке региона в контексте принятия политического решения, считает Мамедов. Политолог также добавил, что судя по тем усилиям, которые прилагает руководство России, телефонный разговор Путина с Пашиняном, визит Алексея Аверчука в Баку и Ереван, плюс сам формат встречи в Сочи, то есть отдельная встреча Путина с Пашиняном и Путина с Алиевым. А уже потом трехсторонняя встреча, идет процесс согласования сложных вопросов, вызывающих противоречия. Наверняка на встрече в Сочи будут подтверждены предыдущие заявления. Возможно, следует ожидать принятия дорожной карты или рамочного документа относительно начала деятельности трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации. Напомню, что в заявлении от 11 января 2020 года прописано, что Межправкомиссия должна представить конкретные проекты на следующий саммит лидеров. А следующий саммит лидеров состоится уже 26 ноября, то есть Межправкомиссия эти проекты визуально должна была уже показать, а политическое решение по форме реализации будут принимать лидеры в форме очередного заявления, принятия дорожной карты или, допустим, создание комиссии для начала процесса по делимитации и демаркации. Это уже будет обсуждаться конкретно между лидерами, полагает он. В свою очередь руководитель информационно-аналитического портала Политрас Виталий Арьков напомнил, что на 18-м заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» лидер российского государства говорил о необходимости разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе. Это не только будет способствовать разрядке, но и позволит приступить к реализации нескольких крупных экономических проектов, выгоду от которых получат все участники, в том числе и Армения. Однако независимая политика России и Турции, ставших ключевыми операторами политических и экономических процессов в регионе, как серпом по одному месту и Вашингтону, и Тегерану. Зависимый Пашинян оказался тут как нельзя кстати, сказал эксперт, комментируя встречу президентов в Сочи. По мнению эксперта, анонсированные новые трехсторонние переговоры должны включать подписания новых документов, уточняющих и дополняющих историческое заявление от 10 ноября 2020 года. Вспомним последнее обострение на границе 16 ноября. Москва и в этот раз пришла на помощь Еревану, убедив Баку в необходимости обеспечения безопасности функционирования Зангизурского коридора, включающего железнодорожную и автодорожную составляющие именно российскими силами, чтобы снять все опасения Армении по поводу присутствия на ее территории азербайджанских и турецких военных, добавил он. Другим архиважным моментом на встрече в Сочи должно стать утверждение принципа определения границы между Арменией и Азербайджаном, позволяющего провести ее делимитацию, столь необходимую для мирного процесса. На этот раз сорвать подписание документов и в целом переговоры Москва-Баку-Ереван на высшем уровне не получится. Один раз они попытались сорвать, пойдя на провокации в приграничной зоне. Полагаю, Ереван извлек нужные уроки из жесткой реакции Азербайджана, которая была предсказуема, резюмировал он.